На заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения обсудили снижение количества дорожно-транспортных происшествий в Новоуральске. Согласно отчету ГИБДД, профилактические меры, в том числе работа со школьниками и размещение информации в социальных сетях, дали положительный результат. Комиссия также обсудила расширение проезжей части на улице Победы и установку новых светофоров, в частности, напротив 49-й школы, в рамках подготовки к двухстороннему движению в следующем году. Рассказывает Мария Лотова. Количество аварий на территории города, в том числе с участием детей, сократилось. За 10 месяцев текущего года в ДТП пострадали 10 человек. В прошлом году за этот же период пострадавших было 18. Это, по мнению участников заседания, результат широкой просветительской работы, проводимой ГИБДД совместно с образовательными учреждениями, включая проведение социально значимых акций и размещение информации в социальных сетях. Участники подчеркнули важность таких мероприятий для повышения безопасности. Количество дорожно-транспортных происшествий в городе сократилось, в том числе и с участием детей. Но, наверное, этому способствовала широкая просветительская работа, которая проводится и инспекцией по безопасности дорожного движения нашими школами. Ну и действительно, это наша безопасность, безопасность наших детей. Этому необходимо уделять очень большое внимание. На заседании рассматривался проект по переходу на двустороннее движение по улице Победы на промежутке от переулка Первомайский до улицы Комсомольская. Для обеспечения безопасности на этом участке планируется реконструкция светофорных объектов и установка дополнительных элементов регулирования. В рамках этого проекта уже в этом году расширена проезжая часть, установлены парковочные карманы и отремонтированы тротуары в рамках программы «Дом-школа-дом». При подготовке к организации двустороннее движение будет заменено средство регулирования дорожного движения. В этом году мы в рамках ремонта улицы Победы в том числе сделали устройство расширения проезжей части парковочные карманы и со стороны жилых домов, и со стороны аллеи трудовой славы для того, чтобы в следующем году запустить движение в обе стороны. В следующем году планируется установка дополнительного вызывного светофора напротив 49-й школы. Это позволит усилить безопасность пешеходов, особенно школьников. Все решения принимаются с учетом необходимости улучшения дорожной ситуации в городе и обеспечения максимальной безопасности движения. Мария Лотова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Продолжение следует...